Посольство Китая в Италии объявило, что отказывается от участия в международной архитектурной выставке в Венецианской Биеннале из-за концентрационных лагерей. Посольство Китая в Италии сделало заявление по случаю официального открытия 18-й международной архитектурной выставки Венецианской Биеннале, состоявшейся 22 мая. Как сообщает «Голос Америки», 1 июня на выставке был заявлен показ документального фильма о лагерях для военнопленных в Восточном Туркестане. В этой связи Китай объявил, что решил сняться с конкурса. Также сообщается, что 30-минутный документальный фильм под названием «Убийство архитекторов. Изучение сети лагерей в Восточном Туркестане» стал причиной жалобы китайского посольства. Таким образом, на Биеннале были представлены результаты исследований относительно исправительных лагерей, созданных Китаем в Восточном Туркестане. В этом коротком документальном фильме режиссеры заявляют, в сотрудничестве с экспертами, включая журналистов и аналитиков данных, была представлена ценная и важная информация о жестоком обращении Китая с уйгурами и другими этническими группами. Китай пытается скрыть от международного сообщества этнические и культурные систематические преступления геноцида, которые он совершает в Восточном Туркестане в течение последних нескольких лет. Для этого используется ложная пропаганда, так называемая подпитка синьцзяни через культуру. А так называемая адаптация ислама к социалистическому обществу ориентирована на зло и активирует политику геноцида. 15 мая состоялась конференция, организованная Центральным исполнительным советом Китая, на которой было предложено решительно углубить усилия Центра по полному распространению политики ассимиляции геноцида в Восточном Туркестане. Президент и председатель ПСР Реджеп Таип Эрдоган объявил о новом кабинете министров вечером после принесения присяги в Великом национальном собрании Турции и начала своего третьего президентского срока. Министром внутренних дел назначен Али Ирликая, министром иностранных дел Хакан Фидан, министр казначейства и финансов Мехмед Шимшек. Министр обороны Японии Хамада Язупадзу и министр обороны Китая Али Шанфу встретились на конференции Шан-Грила, состоявшейся в Сингапуре. В заявлении для прессы Хамада сказал, что Китай и Россия выразили свою озабоченность по поводу совместных военных учений, организованных вокруг Японии. Заявив, что Северная Корея осуждает ракетные испытания, Хамада отметил, что передал своему китайскому коллеге послание о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе. Ровно 34 года назад китайские власти жестоко расправились с тысячами активистов на площади Тяньаньмэнь. Резня на площади Тяньаньмэнь – одно из самых важных известных событий, связанных с народным движением в новейшей истории Китая. Оно до сих пор занимает свое место в памяти. История не забыла об этом преступлении Коммунистической партии Китая в отношении человечества. Хотя администрация Коммунистической партии Китая запретила все действия и выступления, связанные с памятью о трагедии на площади Тяньаньмэнь, во всей стране сторонники демократии в Гонконге, Тайване и других частях мира продолжают увековечивать память жертв Китая.